Идет Андрей Тихонов, сейчас еще спросим. Андрей Валерьевич, здрасте. Сергей, здравствуйте, вы откуда здесь? Надо, я понимаю, что вы сейчас идете на, мне рассказали, на 90 минут, 8-16, мне надо несколько минут. Несколько минут, я, я, давайте, отойдем с дороги. Да, давайте, давайте туда, если, просто здесь у дороги не очень хорошо, да, давайте мы туда, да, это, мне кажется, давайте, да. Я понимаю, что там не очень приятно, что я караулил, но у меня особо, особо выхода не, не оставалось. Я так получил инсайд, где вы будете сегодня, и поэтому надо, надо задать вопросы. Вы понимаете, по какой теме я хочу вас спрашивать? Про Спартак? Ну, про Спартак поговорим чуть позже, но вот эта история громкая, некрасивая, по Роману Широку, в которой вы тоже оказались замешаны. Что это такое, вот обстоятельства этой истории, можете, можете вспомнить? Ну, обстоятельства, мы предыдущую игру выиграли, и знали, что будем играть с лидерами, поэтому настрой был такой очень хороший, если брать футбольные моменты. Да. Вышли с хорошим настроем, там, и так, и друг друга хорошо встречали, да, были с нарушениями, но не было грязи никакой, то есть, как бы, был нормальный футбол такой, никто не хотел проигрывать, да, у них понятно, что молодая команда, у нас чуть постарше ребята, где-то мне два раза между ног дали, я никто не расстроился. Кто-то посмеялся там на бровке, ну да, я разозлился, какие проблемы, когда тебе между ног суют, а там 20 человек стоят и ржут над этим. Меня это тоже подзавело, поэтому, как бы, знаете, тоже не хотелось проигрывать. Ну, и просто игровой момент, Роман Широков выходит один на один, я думаю, все это, возможно, там, куски нарезаны, видели это. Да. И человек играет, как бы, через ногу в мяч, знаете, когда, ну, это футбольные моменты, как бы, судейские, мы сейчас видим, как судят наши судьи, поэтому, может быть, и реакция Романа Широкова была, пускай будет немножко неадекватная, как бы, с возражениями, там, с определенными словами, вот. Вот, ну, и когда я увидел, потому что я рядом находился, рядом находился, когда я увидел, что пошла вот такой момент, разговор на не очень хорошие, там, возможно, словами, я увидел, что это происходит. И когда судья побежал к нему, я понял, что сейчас будет. Я понял, что, возможно, будет там красная карточка, возможно, недопонимание какое-то. Я побежал к нему, и я ему говорю, я говорю, товарищ судья, не надо, не показывайте желтую карточку. Я даже взял его вот так вот, как бы, за руки, потому что он полез сюда. Я вот так вот взял его, говорю, не надо показывать. Я говорю, ну, пропустите это мимо ушей, это эмоции, это, как бы, вот такими словами быстрыми я говорил, вот, потому что мало ли что будет. Ну, я даже не рассчитывал, что возможны такие вещи. Вот, я говорю, не надо, не обостряйте, ну, пропустите, ну, желтую карточку и не более того. Я смотрю, он достает красную, достает красную, и, ну, Рома идет, естественно, говорит что-то, он достает красную. Я, как бы, немножко как в сторону ухожу, вот так, Рома здесь. Не было такого, чтобы Рома бежал на него сразу с кулаками, чтобы бить. Он так же шел, просто говорил, и вот такие эмоции были. Вот, и я отхожу, и вдруг так одним боком вижу, что, знаете, как пошел движение на судью, и даже не успел никто ничего сделать. Если бы мы видели, что действительно агрессивное что-то было со стороны Широкова, и агрессивные были только слова, то, что он говорил, но не более того, даже никто не рассчитывал. Если бы судья видел, что со стороны Широкова какая-то агрессия, он как нормальный мужик, и как все остальные, там, сгруппировался, или, как бы, знаете, увернулся, убежал бы. Ну, не убежал бы, в сторону ушел, знаете, когда кто-то хочет бить, кто-то уклоняется, ну, все, вот так вот. Вот, но не было такого, чтобы Широков хотел прям замахнулся, и все. Все произошло очень быстро, поэтому даже никто не успел среагировать на это. Потом, конечно, вратарь схватил Широкова, и я там тоже сбоку подошел, чтобы дальше это не происходило, потому что, знаете, когда начинается агрессия, она выплескивается, и ты не можешь себя остановить. Это нормальные вещи. Ну, нет, я не в том, что это нормальные вещи, когда ты бьешь человека, и один опять дальше... Когда это идет драка, это идет агрессия, знаете, с двух сторон. Здесь была агрессия, как бы, с одной стороны. Вот, я не оправдываю романа ни в коем случае. Я даже не ожидал, что такие вещи могут быть. Слушайте, Андрей Валерьевич, а говорил Широков вот эту фразу, о которой сейчас говорят в соцсетях? Покажешь красную, я тебе уе. Ну, вы понимаете, далее по тексту. Мне показалось, он сказал, покажи карточку, то ли уебок, то ли, извиняюсь за выражение, там, ну, что-то вот такое. Возможно, кто-то из ребят был ближе. То есть, вот это выражение. Возможно, это и было. Возможно, и было, потому что я в этот момент, как бы, судей пытался ограничить вот от того, что произошло. Если бы он, знаете как, подошел бы и сказал бы, там, Рома, давай без этого, я там угловой, еще вопросов нет. Как бы, ну, матом, да, сказал, бывают такие вещи. Вы знаете, сколько мата на поле происходит? Вы посмотрите, когда наш чемпионат России идет, РПЛ, я разве не вижу, потому что я сам в футбол играл, я знаю, что это такое. И раньше нас судьи матом говорили, они пропускали, понимаете? И сейчас, говорят, они пропускают от кого-то, от кому-то дают там желтые карточки за какие-то слова, а кому-то пропускают, понимаете? Здесь тоже нужно, возможно, нужно было пропустить. Я понимаю, что там буквы закона, вопросов нет. Ты самоутвердился, показал все правильно по букве закона, вопросов тебе нет, судей. Ну, никто не ожидал реакции от Романа, такие вещи. Понимаете, то, что сейчас пишут там, у меня дальше там вот это было, ну, я думаю, что вы об этом сейчас тоже будете спрашивать. Да, конечно, ну, просто это важная история. А что, чем не угодил-то, Андрей Валерьевич, вам оператор? Ну, он выполнял свою работу. Не в этом дело, не в этом дело. Я просто сегодня тоже со многими футбольными людьми, да, разговаривал, они говорят, а что он полез на поле? У меня вопрос, это его работа. Смотрите, ситуация. Вы знаете, там все были заведены, никто не хотел проигрывать. Были моменты, какие-то стыки, грязи вообще не было, да, были жесткие стыки, где-то подзавелись, вопросов нет. И вот этот момент случается, и все стоят на взводе. И когда я вижу, какой-то пацан вот так вот со стороны снимает, мы это разговариваем. Знаете, когда, почему вот я вижу во многих там где-то на ютюбе, лезут кто-то с камерами, куда не надо. Их почему-то или камеры бьют, или их там, понимаете. То есть это, когда люди на эмоциях, лучше не лезть сбоку где-то, не снимать. Я не знал, кто это. И правильно там Дим Шнякин написал. Я слышал, что такое команда Амкала, это команда блогеров. Да, я не знал, что, допустим, судья из этой команды. Я вообще не знал, что там устраивается. Я приехал играть в футбол, потому что я работаю на Матч ТВ. Вот, я хотел играть чистый, честный футбол, как это происходит, как я всегда это делаю. Вот. Но я не думал, что, понимаете, это все снимается, камера, игра снимается. Мне это было неинтересно. Я приехал играть в футбол. Куда это транслируется, что я даже не знал. И поэтому, когда вот стоит куча, и ребята разговаривают на каких-то повышенных тонах, предъявляют претензии, и кто-то сбоку лезет так снимать, я сначала сказал им по-хорошему, я говорю, не надо снимать сначала. А потом, что говорю, когда продолжается, из меня вот эти эмоции, которые были вот только сейчас, они как бы выписаны. А что такого я сказал? Ну, сказал, извините, ребят, пожалуйста, можно я? Ничего, можно прямо сейчас, давайте, ребят, да. Ну, я тоже так, увиделись нормально, поэтому, да, нормально, не будем. Да, и... Это все на эмоциях, на эмоциях, я сказал. Это всего лишь навсего было на эмоциях, потому что то, что сейчас произошло, ну, и там вот эта заваруха, которая была, кому-то это все равно, мне это не все равно. Я играл в 90-х, когда сплошь и рядом это было, и от этого никуда не денешься. А сейчас у нас, знаете, как, кого-то пошлешь, и у нас как этот, как детский сад начинается. Вот меня обидели, понимаете, вот, я там в жизни ничего своего, этот, тяжелее камеры не поднимал, и своего члена, образно говоря, в туалет сходить. Понимаете? И начинаются вот эти обиды, кто-то меня уважает. Уважайте свою семью, уважайте своих, там, близких, маму, друзей своих. Не надо писать, что вот, я вас уважал всю жизнь, а сейчас я вас не буду уважать. Уважайте за поступки человека, который проживает в данный момент. И то, что я выплеснул на эмоциях, мы все люди, и это каждый день бывает со многими людьми. Вы знаете, мы играли, я играю за ветеранов МГУ, мы играли в финал Кубка. Только у нас то же самое было. У нас один нападающий подбежал, и прям, как дал этому судье, понимаете, у него кровь течет, и у них обратно драка пошла между судьей. Мы и куча сцепились, но об этом даже никто не знает. Если бы кто-то снимал и выложил, это был бы бардак. Но это происходит регулярно. Посмотрите, что делается в ЛФЛ. Если вот так говорить, которые там друг друга посылают, или судье, можно в каждой игре было бы удалять по пять человек, образно говоря. А тут мальчику я сказал, понимаете, вот когда я ему сказал, да, я на эмоциях это сделал, но потом, потом, после игры, я подошел к нему, извинился, он подошел ко мне, говорит, да, вы не правы. Я говорю, да, я не прав. Мне мальчик говорит, там, 25 лет, я не знаю сколько. Я говорю, да, я не прав, извини. Я тебе раз еще раз говорю, извини меня. Все, ну, я тебя прошу, не надо выкладывать вот это в сеть. И после этого он выложил это в сеть. Вот, понимаете? Поэтому вы говорите, вот, мы завелись, да, мы в футболе завелись. Отсюда вот эти эмоции, да, вот это, как бы, не потасовка, а вот этот момент, который произошел. Люди, но вот эти вот с камерами, которые лезут вот из-за шеи, там, где-то из-за руки, снимать то, что ты скажешь, где-то потом выложить, как вот сейчас модно говорить, хайпиться, себе там 100-200 человек себе лишних подписать. Хорошо, вопросов нет. Любого человека сейчас можно в грязь топтать, любого. Снимите его сбоку где-нибудь, как он разговаривает, или как он выпивает в баре. Потом он матом ругается. И обосрете опять этого человека с ног до головы, то, что происходит. Андрей Иванович, разве эти события, какое было потом с Романом? Он, потому что я пытался с ним связаться, я понимаю, что он извинился у себя в соцсетях. Что там было дальше? Что было дальше? Команда осталась, судьи ушли. Роман был, я видел, что он переживал, он переживал, он как бы не разговаривал, он переживал очень сильно то, что произошло, то есть, как бы, он немножко был так растерян. Поэтому он ушел в раздевалку, я думал, может быть, он там подойдет к судье, поговорит с ним, не знаю. Ну, по крайней мере, не было. Мы остались, и мы продолжали играть с этой командой футбол. Просто товарищу. Без судьи уже, да? Ну, без судьи, там, товарищ судил, мы играли так. Я все понимаю, что, конечно, сейчас инцидент этот, да. Я думаю, что многие сейчас будут хотеть, там, как у нас говорят, крови хотеть. Крови, да. Но другое. Ну, не знаю, что будет, не знаю. Совет какой-то вот людям, которые играют профессионалом. Есть такая версия, ее коллега Чернявский, журналист Глеб Чернявский, изложил о том, что профессионалы всегда играют на победу. Вот вне зависимости от того, какой это турнир. А в этом проблема. Любители играют по фану, а профессионалы играют потому, что хотят победить. Слишком серьезно все. Правильно, серьезно. А зачем тогда звать профессионалов? Тогда играйте любителями, играйте блогерами, выкладывайте друг друга. Я извинился перед этим парнем, понимаете? Честно, по-человечески, я понимаю, что я вспылил. Я вспылил, и я чисто по-человечески извинился перед ним. Попросил его не выкладывать то, что было. Но это выложено, это же надо показать, надо же обосрать человек, образно говоря, понимаете? Чтоб его друзья все это подхватили. И сейчас в соцсетях идет такое ощущение, как будто их никто никогда и не посылал. Понимаете? Такое ощущение, как будто это, знаете, что-то запредельное было. Что я сказал? Ну и что это регулярно бывает везде. Вы посмотрите. Это ненормальные вещи, я понимаю, я вспылил. Но я за это извинился и попросил это не делать. Понимаете? Ну сейчас немножко по-другому люди себя ведут. Мы же немного из другого, как бы, теста, понимаете? Мы чуть постарше. Мы вот говорим, что да, да, пожалуйста, извини, вопросов нет. Сейчас что делать Широкову, я не знаю. Роман взрослый человек. Я думаю, что ему сейчас кто-то подскажет, что нужно делать. Я думаю, что нужно ехать к суде и извиняться на, наверное, не знаю, как это будет выглядеть, чтобы, допустим, извинения были приняты. Я ни в коем случае не говорю там это, как у нас обычно, да, дай денег и все забудется. Вот. Надо находить общий язык, чтобы нормально все было. Андрей Валерьевич, пошла версия, но это уже подтвердено, что широко отстранили от эфиров на Матч ТВ. У вас был какой-то разговор с руководством? Нет, с руководством не было. Я тоже сначала прочитал, что губернии в Твиттере написал, что, как бы, я бы отстранен. Вот. Я позвонил, написал сюда людям, как бы, которые, как бы, я веду эфиры, ну, совмещая эфиры. Ну, то есть сказали, что все нормально. Потом губернии написал у себя, что все нормально, небо голубое. Кто это, сам он выложил, сам он это сделал, я не знаю. Выводы какие, на ваш взгляд, из этой истории? Выводы из этой истории... Вы сократите свое участие в турнирах с любителями. Да я не сокращу, я буду играть. Я еще раз говорю, эмоции есть у всех, каждый их по-своему выражает. Можно поругаться, можно друг на друга кричать, послать друг друга можно. Если бы он меня тоже послал бы, ничего бы страшного не было, образно говоря. Вот. Но переходить вот к таким моментам, которые, допустим, был вчера, ну, ни в коем случае нельзя. Я понимаю, мы и работали в «Спартаке», у нас игроки на тренировке были, там, вмесились так, что футболисты, понимаете, и дзюбы тот же там с испанцем, и именики рубился там, понимаете. То есть вопросов-то нет, но подрались, разошлись. Я понимаю, здесь был немножко другой момент, плюс подхватили все СМИ, плюс блогеры, которые там были, ребята, которые все сидят в интернете. Да, все это раздули, до определенного момента сообщили везде, конечно, пошло. Да, грязи много, очень много. Вот. Но повторюсь, что есть такие моменты, когда люди осознают, что они сделали, просят прощения, чувствуют себя виноваты. Думаете, Широков сейчас не чувствует, что он виноват? Да, умой чувствует. Чувствует, да. И я тогда же, после игры, когда у меня эмоции улеглись, я тоже к этому парню подошел, извинился, он подошел. Я вопросов нет. Я мог ему сказать еще, да, иди, кто ты такой. Но я же не сказал, я извинился. Вопросов нет. Тогда нужно дальше себя по-человечески вести. Я правильно понимаю, что Широков завелся из-за пенальти, которые не поставили? Из-за пенальти. Но пенальти, потому что все хотели выиграть, мы не хотели, потому что это команда. Возможно... Вы неоднократный чемпион России. Ну и что, мы не любим... Широков выиграл кубок УЕФА. Да к чертовой матери этот любительский турнир, честно. Да не в этом дело. Мы же играем, мы и в разных. И Роман участвует, там Вил Фейл играет. Я играю за ветеранов. То есть как бы все равно мы пытаемся играть в футбол. Мы, если ты с 9 лет в футболе, и мне вот 50 будет в этом году, ну мне хочется это делать. Это моя жизнь. Так же, как вот у ребят снимать вот с камерой. Жизнь это с 20 лет. Тяжелее камеры ничего не поднимать. Понимаете? Вот. А мы оттуда, когда мы не знали, что такое телефоны. У нас была только улица. Улица. И футбол, и возможно там еще что там, волейбол, баскетбол. Мы были ограничены во всем. Сейчас все, что хочешь есть. И поэтому вот эти моменты, которые случаются, когда они попадают в интернет, это становится огласно. Раньше это было сплошь и рядов в 90-х. Понимаете? Просто не было вот этой информации. А вот вы потом после окончания говорили Широковым, зачем он это сделал? Вот ну, ну, точно. Что случилось? Перемкнуло или что? Он настолько был, как бы, в себе. Он доигрывал эту игру? Он доигрывал эту игру? Нет, как бы все закончилось. Суи ушли. Роман тоже ушел. Вот. Он настолько был в себе, он осознавал, что он сделал. Осознавал. Конечно, он переживал очень сильно. Да. Возможно, он хотел пойти извиниться. Ну, не знаю. Может быть, не пересек, чем он там с ним. Я точно не знаю. Мы стояли, минут 15-20 разговаривали с ребятами из другой команды. И просто решили, ну, для себя просто поиграть еще в футбол. Играли 40 минут. Слушайте, ну, реакция серьезная. Уже РФС сделал заявление, Андрей Валерьевич. РФС чего сделал? РФС сделал заявление о том, что... Давайте я сейчас прямо почитаю, что они... Я у себя посмотрю. РФС. Заявление РФС о ситуации. Нападение на судью совершил в прошлом известный футболист Роман Широков, который, по сообщениям очевидцев, был не согласен с решениями арбитра и после словесных оскорблений нанес ему удары по лицу и шее. В результате матч был остановлен, а Никита с гематомой... Ух, был на лужу доставлен в больницу. Департамент судейства и судейский комитет РФС заявляют о недопустимости физического воздействия на арбитра со стороны участников матча. Мы надеемся, что виновные в подобном понесут адекватное наказание. РФС готов оказать ему всю необходимую поддержку по реабилитации и восстановлению. Это заявление РФС. Что мне нужно прокомментировать? У нас одна новость перебивает другую, чтобы заглушить. Я понимаю, но я все равно, честно, у вас куча титулов. Все есть. И у Широкова куча титулов. Но вы настолько это все воспринимаете, вот честно. Я смотрю, то есть вы в каждом матче играете на пою. Я вот этого понять не могу. А потому что в нас заложено это. В нас закладывал тренер это. Мы на каждой тренировке, у нас не было драк, но перепалки вот такие, как были, допустим, я этому товарищу сказал. У нас были это на тренировках перепалки. Потому что никто не хотел проигрывать. Это как бы в крови. Поэтому мы и выигрывали Спартак. Все. Потому что мы херачились на тренировке так, знаете как, вот до такого не доходило, до драк, как в 90-е у нас. Но никто не уступал. Никто не хотел даже на тренировке проигрывать. Поэтому мы выиграли. Поэтому мы выиграли в 99-х, сколько там, я выиграл 8. Понимаете? Вы даже не можете вспомнить, сколько вы выиграли. Ну, 8 раз я выиграл. Вы не можете вспомнить, сколько вы выиграли. А потому что мы это воспринимали. Потому что мы, еще раз говорю, мы на тренировках выигрывали друг у друга. Рубились как эти. Поэтому мы выходили и никому не уступали на поле Поэтому это в крови у нас Я выхожу иногда играть со своими детьми И тоже не люблю проигрывать Хотя это вроде бы дети, возьми, уступи Понимаете? А тем более ты играешь с ребятами, с молодыми Которые стоят, смеются над тобой Вот и все Слушайте, уже проводят параллели между этой историей и Кокорина и Мамаева Вы видите какой-то здесь параллель? Только в правовом плане Потому что там, как оказалось, чиновник У которого, образно говоря, выход Наверх, давайте наверх Я уберегу вас Выход наверх Да, ну сейчас Я не хочу лезть, вы знаете Андрей Вальчик Кто-то извинился из вашей команды перед арбитром Окей, я не знаю, извинился ли Широков Подходили люди Я и мы с Димой Шнякиным говорил Я говорю, давайте мы составим Напишем, потому что Извиниться и перед командой И перед теми людьми, которые Организовали этот турнир За этот инцидент Плюс, конечно, перед судей Потому что, как бы, и я к нему подходил Я вот так убрал его за голову Но у него, да, у него порванная бровь Там было чуть-чуть, как бы, синяки Да, это было, как бы, это было неприятно смотреть Понятно Андрей Вальчик, спасибо большое Я извиняюсь, что вас подкараулил У вас эфир наверняка сейчас, да? Ничего страшного Давайте, счастливо Давайте, вам удачи Да, счастливо Счастливо